я вот такая вот красота и вот дорожка к нашему ручью вонючки остановить наш храм снимали тамара яковлевна настоятель храма я правильно понимаю нет я не настоятель храма я староста храма что извините купили рядом с храмом дом а пойдемте впоследствии пригласил меня вот так вот эта церковь будет лоб лоб начало строительства 1860 храм очень намолен много людей приезжают храм по площади занимает первое место в московской области 1800 квадратов вот такая вот часовня вот это вот площадь магазины и говорит тамаре на что службы нет я говорю нет я же только сейчас слышал пение очень красивое женское пение ну вот то что идет служба я говорю нам уже видите храм пустой никого нет резко не знаю как правильно сказать опять же пишем построен на яичных желтках даже во время войны нет нет ни одной трещины ну как говорится наш кирпич он ведет себя достойно держит годы посмотрите вот колокольного покажу я думаю видно колокола не висят почти вернее совсем нет вот с той стороны храма я думаю это памятник нажмите на паузу если вам не видно если как-то быстро камеру отопление вентиляция все это идет под землю то есть а что такого там необычного такой вот сокол живет на территории храма давайте поближе его рассмотрим сокол у вас здесь живет это же сокол да птица если правильно с моей стороны какая-то будет какое доброе дело и мне там на небесах это зачтется надеюсь добрый вы считаете добрый а как его то по вашего охранника доблестного зала доблестного а если погладить сапог нет я смотрю он так это да крадется крадется лёг при не цапнет можно тебя погладить ой какой-то хороший какой-то хороший да это она или он пола ёлка принесли старые люди которые делали уборку различить в разрушенной церкви икона а пойдемте к ней подойдем к этой иконе что поближе люди чтобы дорогие друзья и подписчики вы рассмотрели о чем идет речь через какое-то время я стала замечать что икона начала очищать очищение вот пожалуйста друзья я трижды вызывала реставратора и и не взяли на реставрацию так как икона восстанавливается сама боже мой сколько я вам много сегодня рассказал храма по возможности реставрацию нашего храма дорогие братья и сестры давайте поможем этому храму крещение например детишек проводится в этом храме все и то есть это можно к вам все вопросы да все все проводится и все праздники и крещение и венчание все в нашем храме хочется передать всем привет на речо нам всего доброго и приезжайте в гости я вот такая вот красота и вот дорожка к нашему ручью вонючки он храм линейц храм николая чудотворца друзья вот так вот она выглядит вернее он этот храм со стороны для магазины сегодня выходной день много людей гуляет движение нормальное вот так потом выглядит со стороны магазина скажем так центральная часть этого пятачка друзья вот так вот эта церковь выглядит лоб лоб так вот пару дней снимаю это видео сегодня не пасмурная погода а солнышко светит вот так вот выглядит она со стороны главного входа здесь рогачевский цельхозрынок люди гуляют и вот такая вот она церковь церковь николая чудотворцы никольский храм сокращенно друзья вот такая вот стена или что это колонна видимо здесь была стена большая да на нет на месте этой сетки стены этой со временем не стало года ее съели и и осталось вот такая вот вот такая вот вот такой стопус крепича потому что воды не пощадили эту крепость стену я так это пишите в комментариях мои догадки что здесь была стена неприступная вот то что от нее осталось а дальше сетка можно посмотреть здесь уже кирпичи некоторые вываливаются и она очень видно что древняя но как говорится наш кирпич он ведет себя достойно держит годы годы оборону держит оборону скажем так и что то еще осталось друзья вороны каркают как назло но нам это не помеха и я вот такой вот домик а церковная лапка если кто помнит я детает наш орлан наш орел коршун сокол него много уже названий благодаря моим видеороликам такой вот храм а вид профиль думаю вам все видно как и мне и 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 макова 19 век я думаю не очень яркое солнце хотя она прям слепит глаза телефон греется безумно что-то не срабатывает фокусировка но думаю они не ловит он так ну ка жары наверно перегрелся я уже пару часов снимаю на свой телефон такая часовня вот такие ступеньки друзья и вот такая вот часовня давайте зайдем вовнутрь поднимемся такие вот ворота двери вернее ручной работы я так понимаю копка копка из металла ручную работу и такая вот друзья красота смотрите какой кисти на уже старые убитые временем связала краска с икон и преска как это правильно резко наверное друзья мы с вами у ворот храма в рогачёво старый древний храм 18 и 19 века друзья давайте зайдем вовнутрь этого храма и посмотрим более внимательно архитектуру сказали что там очень интересно местные жители люди уже выходят служба закончилась на сегодня я приду еще раз в это место поставить свечку за здоровье родных которые живы из упокой умерших родителей которых уже нет надеюсь вы также чтите своих родителей и помогаете своим родным за здравия я имею ввиду поставить свечу и за упокой родителям у меня они уже к сожалению их живых нет думаю они видят то что я делаю в принципе благое дело и снимаю это все для вас друзья такие вот ступеньки такая дверь сколько интересно лет опять же пишите в комментариях ваше мнение сколько нам они уже стоят их 2 и вот такие вот ступенечки вернее то что от них осталось кстати вот я хотел вам показать как пропустил и только сейчас вспомнил такие вот плиты я думаю это памятник нажмите на паузу если вам не видно если как-то быстро кучу камеру и более внимательно и сам конечно интересно почитайте что здесь написано друзья и такая вот плита отгробный камень все воздвигнуть глубоко чтимому пастырю священно ирию михаилу васильевичу воронцову о воронцову любовью и усердием благодарных прихожан все таки я это прочитал друзья видимо древний русский язык вернее написано на нем и вот еще один даже вот скол видите все на красивейшее место красивейшее место вернее меня ноги привели и и вот тоже священник михаил васильевич воронцов скончался 1896 году так понимаю 30 октября на 62 году от рождения видите как я уже читаю я вот такие вот стены совершенно свежая как можете наблюдать краска поделка не знаю как правильно выразиться опять же пишите комментарии поправляйте меня сильный ветер опять поднялся начинает снимать почему поднимается сильный ветер резко не знаю как правильно сказать опять же пишем пусть будет икона на стене церкви храма такая вот икона друзья приезжайте сами и просмотрите все своими глазами я вот то что могу показываю вам в живую конечно это намного интереснее наблюдать чем моими глазами территория такой вот храм я обещал вам поснимать его поближе карантин закончился почти и храм открыли можно зайти и молиться давайте еще раз посмотрим какая вот она не изображены клики святых каких пишите комментариях я давайте пройдемся другой стороны храма посмотрим что здесь интересного есть такая вот территория и храм часовня друзья безумно интересно и красиво это моя наверное первая съемка в таком замечательном интересном месте подходим мы с вами еще к одной картине да почти не видно я думаю ближайшее время это все закрасят поэтому давайте с вами рассмотрим пока у нас есть такая возможность пока это все не исчезло навсегда может быть отреставрируют и восстановит картины иконы вернее а может быть их закрасят что-то другое будет или вообще будет просто белая стена видите кладка из красного кирпича поэтому так прохладно я думал бетонная но ошибся извиняюсь людям свойственно ошибаться вот божья матерь образ проглядывается если вы видите другие святые если мобильна вернее пишите в комментариях считаете какие святые изображены на на стен на стене на стенах на стене в принципе здесь уже нечего больше смотреть так вот пойдемте обратно друзья клетка там живет хищная птица давайте пойдем и посмотрим что это за птица такая друзья вот такой вот сокол живет на территории храма давайте поближе его рассмотрим такой вот красавец это же живой не чучело хищный я так понимаю его или выпускают или клетки кормят птица шикарная конечно сильная шикарная птица нет сильно его это наверное свободное но сейчас она клетки слышите как он это пение можно назвать или не знаю как но очень красиво на мой взгляд устрашающие красиво страшно красиво скажем так это сокол если не ошибаюсь если ошибаюсь поправьте меня в комментариях такая вот птица такой большой клетки большая клетка такой вот шикарный сокол как вас зовут извините меня зовут тамара яковлевна секундочку следует пройдут они это не видит ко мне лена пожалуйста тут сказать чтобы пока остановились после суммы вас не будет добрый день как вам можно обращаться тамара яковлевна вы не расскажете про этот храм здесь проездом просто людям немножко храм постройки 1850 года извините начало строительство 1860 освещение к службе 1885 храм построили бывшие ремесленники были у нас такие мошкины храм по площади занимает первое место в московской области 1800 квадратов храм очень намолен много людей приезжают из дальних стран иностранцы да иностранцы посещают ну экскурсии храм очень и очень намолен а вот сокола у вас здесь живет это же сокол до птица если правильно корсун да а как он вообще у вас так вот появился после впервые увидел чтобы при храме вот так вот пока он у нас проходит адаптацию почему потому что голуби вороны и впоследствии с ним будут заниматься чтобы он у нас был охотником пусть его будут выпускать конечно то есть подпускает к себе садится на руку да да ну наверное каким-то определенным людям да кто его кормит его кормит кто часто подходит к нему разговаривает с ним ну в общем вот тамара яковлевна вы не расскажете историю храма вообще чтобы люди знали может кому интересно будет как папа как вообще вот он образовался на этом месте и судить раньше было как образовался рогачёва это бывшее купеческое село и собственно наследство купцов был построен вот такой храм купцы работали в москве а семьи проживали здесь вот эти дети дома которые на площади это бывшие купеческие дома то есть извините они уже стоят или их смесли что-то другое поставить нет это с тех времен стоят значит какого года извините они людям интересно будет какого года строения ну я вот за дома не знаю а за храм я уже ответила это раз во вторых значит храм строили всем миром вот здесь по деревням привозить ну как посылали детей и храм построен на яичных желтках даже во время войны нет ни одной трещины кроме того что вот бои как вы считаете может быть что-то вот напомните чем-то ваш рассказ чтобы что-то я может упустил потому что я мало что знаю об этом месте может быть вы что-то от себя добавили бы интересно не только на мои вопросы ответили а что-то еще я тебя добавили от тебя значит что можно еще добавить вот с той стороны храма захоронение всех священнослужителей кто служил в этом храме то есть там просто 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 камни или именно там тела лежат нет там были тела и сейчас они там есть но во время коллективизации так сказать все это было снесено и то что мы нашли мы поставили вот там могилка это последнего священнослушителя этого храма который умер от разрыва ну в общем от когда сбрасывали колокола тоже я вот наверное надо часовни если правильно подниматься туда и снимать я так очень пока тяжелый вход еще не дошли у нас руки а пойдемте бы мне пока вернее вот нам покажете то что вы хотели хотели показать людям памятники я так понимаю да там есть фрески пойдемте я вот здесь покажу пойдемте как вы сказали еще с тех времен я их снимал но я стороны да да ну пойдемте вы расскажете просто я просто снимал а вы более подробно людям расскажете будет интереснее смотреть потому что я в основном поснимал как бы внешний вид реставратор они сказали что фрески подбежат к реставрации и пока они трогали эту сторону только пока та сторона у нас делаем пойдемте поближе подойдем чтобы люди видели чем а так вот как отапливался храм когда делали ремонт это даже из москвы приезжали и фотографировали как было сделано отопление отопление вентиляция все это идет под землю то есть а что такого там необычного что люди приезжали и смотрели что необычного необычная но отопление само по себе храма значит раньше когда он отапливался дворами то дровами то это было восемь кубов за одну топку на неделю согревался храм и вот раз в неделю топили но для того чтобы сейчас топить то это на бригаду без удержать вот и сейчас уже сделали теплые полы газовое отопление ну а воздуховоды так и сохранились то есть там все осталось да не замуровали значит замуровали только вот вход вот с этой стороны это вот это да я так понимаю друзья потом ход вот пряжка а вот это вот ход то есть здесь висит вот такой вот замок посторонним людям сюда войти не получится но я думаю вам и так понятно как говорится разжевали и положили вам в рот вы знаете значит и еще особенность храма те строители которые ремесли и которые начали строительство этого храма впоследствии присоединились купцы и естественно средства купцов уже нос с божьей помощью был построен такой храм потом здесь недалеко у нас нет века я храма нашу доходная была и по ней товары привозились значит сюда отсюда уже купцы вы нам извините не покажете вот то что вы хотели я вас отниму вас еще немножко времени камни вы сказали один очень интересно потому что храмов по проходит реставрацию я думаю вот эти кадры которые сейчас они потом их уже вернее храма изменится откликнется и нам поможет а давайте вы вы скажете вы можете в принципе передать привет родным если вы у вас есть такое желание и плюс рассказать вот попросить о помощи на данный момент храм очень нуждается в помощи зимняя половина храма сделано в той стороны летняя часть храма значит там только штукатурка и пока больше не ну вторую половину перегородка переверли нет за что делать может иностранцы посмотрят и откликнутся ли кто-то из наших из отечественников но если самый большой храм московской области как евреналий сказал это храм христа спасителя московской области но вас меня занесло сюда случайно но я сам от любуюсь любуюсь какой день уже прихожу и вот как божий умысел это то что я здесь оказался не снимать потому что самому очень приятно я думаю людям будет очень и вы очень приятная женщина вот колокольню до высказали ну я думаю да такое все убранство все занимаетесь я друзья дом тамара яковлевны вот цветы конечно я думаю дорогие дорогие друзья и подписчики если кто-то из вас может помочь чем-то этому храму какая-то какую-то копейку как говорится копейка рубль бережет и может быть поможем все вместе на восстановление этого замечательного храма потому что таких мест немного уже в россии осталось я думаю благодаря нашим силам нашим совместным усилиям мы сможем что-то сделать в этой жизни доброе хорошее а также спасибо от души тамаре яковлевне за ее то что они отказалась дать интервью рассказать потому что многие люди просто убегали они видимо боятся видеокамеры не хотят попасть в интернет но например я сюда приехал мне очень тяжело было вообще историю этого храма узнать до сегодняшнего дня до сегодняшней минуты до сегодняшнего часа скажем так давайте пройдемте дальше куда вы хотели нас с подписчиками и просто со зрителями показать нам это место я захоронение святых я так понимаю да пойдемте знаете очень много смотрит людей я думаю что люди вот приедут и думаю но есть богатые люди которые им куда-то нужно деньги вложить вот а я считаю то что знаете вот если тех времен я его убирать не стал потому что не просто куда-то положить деньги в банк под процента это войти в историю как говорится если помочь доброе дело не просто доброе дело даже не знаю слов у меня нет пойдемте поближе подойдем и вы я вас на пони извините а вы про эту преску не расскажете мне можете вот сюда вот встать напротив я вас я не расскажу просто конечно это отбившего захоронения вот памятники а вот это могилка последнего священнослужителя этого храма какая извините друзья дорогие друзья давайте поближе посмотрим что нам тамара яковлевна показывает тамара яковлевна а если по точно как это вот сказать так чтобы могила или памятник значит я еще объясню вот потому что мы не знаем где были точно все захоронены поэтому вас поставили крест для всех друзья вот он крест далека то есть этот крест на общий общий крест потому что были раз было разграблено все и мы не знали где где какая могил ограбил что во времена войну нет ни войны почему в тридцатые годы и тридцатые годы у нас сбросили колокола здесь храме был можем и что здесь не было тракторный станк зернохранилище все было когда храма забрали девяносто шестом но реставрация более такая активная началась девяносто восьмом но пока документы оформляли в общем священнослужители не стали ставить памятник а поставили крест потому что он друзьям такой вот крест давайте посмотрим что здесь написано рот и ирей воронцов михайлович друзья думаю всем видно ну вот интересно такое вот захоронение вот отсюда крест вот так показано еще здесь же были камни и ну вообще ну грязно очень было я когда начала клумбы разрабатывать и привезли мне торт под этой лиственнице значит машина провалилась по по крышу не по крышу а на масты села я заглянула с одной стороны класса была и другой мы значит снова освещали это место заранее делал захоронение открывания и больше всего ни одну машину я сюда не запускаю трассе ну слушайте как интересно враги друзья подключите вы видите как интересно я уже отчаялся и думал мне никто не расскажет об этом месте и вот добрый человек появился наверное это более чья то выше чтобы узнали потому что думаю если бы это не было чета воли то навряд ли бы сейчас тамара яковлевна нам что-то рассказывала спасибо вам большое что что-то еще интересное скажете для фактически господи поскольку снесен был полностью забор я высадила зеленый забор почему потому что но другого выхода не было денег же всегда не хватает вот такой зеленый забор ображдает про вы так и не сказали может вы кому-то привет передадите из родных из близких есть у вас кто кто-то кому вы хотели есть вот красноярске есть сестра и вообще все родственники конечно я бы очень хотела передать им привет и кроме того двоюродной сестры очень приятно очень приятная женщина спасибо вам большое от лица подписчиков моего лица думаю люди посмотрев это видео обязательно приедут сюда вот святое место а также надеемся то что вы найдутся откликнутся люди которые смогут финансово как-то помочь вот на а я знаете я тоже снимал давайте еще разок поснимаю людей вот друзья видите да я из норильска купили рядом с храмом дом а пойдемте вот я в принципе сказала что я мало знакома с религией что мы сейчас все учимся вот таким образом я 18 лет работаю в храме это очень долго за кем вы крайне приходите значит да но сейчас после операции уже не работаю на я все равно работаю а вообще старостка храма была вот такой к вам вопрос вы не смогли бы мне сказать банковский номер карты банковской чтобы я под видео указал и может быть люди будут какие-то делать перечисления можно это будет у вас взять информацию эту значит мы сейчас можем пройти за свечной стол и у них там есть реквизиты ой как здорово то есть и люди могут по этим реквизитам делать знаете даже как на душе светло стало то что все-таки я смогу наверное это тоже с моей стороны какая-то будет какое доброе дело и мне там на небеса это зачтется надеюсь добрые вы считаете добрый я не только считаю но вот храм настолько намолен вот мы как раз подошли ко дну это здесь находится свечная лавка но когда я первый раз услышала пение ангелов или подумала что я батюшки только рассказала через три года подумала что примут люди неправильно слышь поют включил меня никого в грамме нет я прошла вперед значит прекратилась прошла назад сюда снова это будете пение и потом когда приезжали туристические группы но здесь недалеко от нас есть поселение логня оттуда часто приезжают туристы а вот ну где ширине тело порт международный так вот они мне ответили что знающие люди приходят и слышат пение ангел вы знаете я тоже был кроме но там пели девушки но или женщины я просто возраст не знаю какой по голосу сложно понять но настолько это красиво было я вот был других церквях на настолько я вот как это правильно хор или как вот сказать на что меня поправить и такого пения я не слышал и вы знаете у меня тоже жизнь такая я до этого на вахте работу и не заплатили потом я без денег на вокзале ночевала то есть я уже отчалился его случайно приехал сюда у меня три года назад матушка под пояс попала вот и как бы я остался сиротой отца у меня по сути нет я с ним никогда не поддерживал отношения тяжело мне об этом рассказывать но вы знаете я своей жизни очень много и матушку бывает не слушался и поступки мне не очень хорошие были вот я уже отчаялся совсем хотел на себя даже руки наложить даже пытался было такое и алкоголь пытался и много чего я пытался как вам так сказать и все равно у меня мысли были то что жизнь еще не окончилась то что может быть у меня еще есть шанс как-то стать наверное человеком действительно что-то изменить своей жизни как-то закончить ее достойно да и вы знаете я оказался в этом месте я сам у меня с мурашки покупок по телу бегут я по коже я оказался в шоке то что вот храм вот это вот все напротив я общежитии живу здесь рядом и то есть я уже настолько отчаялся и здесь вы знаете такой начальник у нас хороший его андрей зовут кстати андрей тебе привет наш бригадир жена его здесь тоже надежда работает дочка анастасия приезжает сюда тоже свободно от учебы время работать и вы знаете вот как какую-то семью попала стал ее частью и я не знаю конечно я вот уезжаю на днях вернусь сюда или нет самого все-таки чудеса бывают они случаются и наверное это таки бог он есть и я здесь не просто так оказался плюс птица вот чудо птица я ее назвал и вы знаете настолько я отчаялся уже в этой жизни меня вот видеосъемка как-то успокаивает все-таки наверное если бы не блогерство я бы наверное уже не ходил по этой земле погрешный я вот на лавочке очень часто здесь парке его тоже снимал я сажусь после работы прихожу сюда и любуюсь вот на этот храм то есть такой полумрак уже темнеет и очень здесь красиво поэтому я думаю да то что все таки наверное это были ангелы вместо действительно очень сильное место очень сильное место очень намолено и когда приезжали паломники из питера и в общем отзывы даже паломник место исправления скажем так потому что я тоже вот какие-то гадости в жизни не творил показался здесь и наверное что-то я должен сделать чтобы закладить какую-то свою вину там перед мамой перед родными и близкими просто перед людьми кого обидел может быть когда-то и поэтому оказался здесь а может свой дворик покажете можете просто клумбу показать мы во двор по мне будем заходить цветы а пойдемте поближе подойдем покажем нашим зрителям подписчикам и просто людям на мишке у нас зелени не было для меня все это было вновь в диковину вот сначала учила название цветов а потом младше устройством ну я вот уже здесь дедушка торгует сиренью я вот тоже у него взял я сам с воронежа посадить у себя сирень там тоже у нас есть но такой сирени нет здесь она у него сказалось питомника может у вас там где-то есть питомник а у вас собаки надеюсь нет просто я человек с улицы чтобы я заранее интересуюсь это виноград друзья видите даже в подмосковье растет виноград а скажите вообще как в москве реально это так вот виноград плоды урожайность есть вполне реально я по 3 ведра собираю о друзья видите как все-таки а сорт какую может вы нашим а может вы сорт скажете винограда чтобы люди знали может изабелла друзья вот изабелла растет московской области а как его такого вашего охранника доблестного заболевания а если погладить цапнет нет я смотрю он так это да крадется крадется елка привет не цапнет можно тебя погладить ой какой-то хороший какой-то хороший да это она или он елка друзья нет я здесь пока мало где был это вот отсюда буквально вот где чудо значит монастырь постройки тысячи восемьдесят тысячу триста шестидесятый год друзья я думаю вы узнали то что вам было бы интересно давайте прощаемся давайте елка ее зовут елка давайте с ней попрощаемся а куда туда в эту сторону на себя елка давай пока тебе подписчиков пока так елка давай пока все мы пойдем тамара яковлевна правильно да очень приятная женщина можно вам руку вашим поцеловать да что вы спасибо 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 вам большое у меня просто вот тоже мама у меня была но вот и и к сожалению не стало поэтому а тоже не очень добрый был от человек очень общительный отзывчивый поэтому дай бог вам здоровья крепкого долголетия и спасибо от подписчиков просто от людей кто зайдет и увидит этот видеоролик и насладиться вот этой красотой может быть сам захочет приехать в это место скажем так святое намоленное да и посмотреть название храма значит николая чудотворца храм николая чудотворца все видите как просто пришел уточнить название я вот ролики снимал до этого пару роликов но название хотел более точно узнать зайти в храм вот мы с вами встретились друзья друзья вот такая красота на улице жара плюс 28 здесь прохладно приятная прохлада посмотрите сколько икон вокруг очень красивое место давайте поближе подойдем посмотрим такие вот друзья иконы старинные даже я думаю есть лопада горит такая красота друзья как красиво смотрите какие высокие потолки такие вот иконы с ликами святых смотрите как красиво безумно красивый храм друзья смотрите посмотреть смотрите Продолжение следует... Продолжение следует... Красиво... Я думаю, такое вы не каждый день увидите... Такую красоту... Такая вот картина... И кобра, вернее... Смотрите... Я думаю, это ручная работа... Какая красота... Друзья... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я пытался поснимать этот храм... И вот мне... Сегодня это удалось... Как раз... За... Пару дней до моего отъезда... Вернее... Нам с вами... Это удалось... Друзья... Смотрите... Я думаю, это ручная работа... Нажмите на паузу... Если хотите подольше посмотреть... Такая вот... Друзья... Картина... Икона, вернее... Вас пожертвовать... На реставрацию нашего храма... Дорогие братья и сестры... Давайте поможем... Этому храму... Все... Реквизиты будут под видео... И вы сможете... Сами приехать лично... Пожертвовать... Какие-то средства свои... Или... Отправить... Там же мегородка... Это летняя часть храма... Которая еще... Даже они не начинали... Только штукатурка... Штукатурка и сделаны полы... А остальные работы еще никакие не ведутся... Потому что... Нет средств... Угу... 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 Пойдемте мы тогда... Дадите реквизиты... А вот... Пойдемте... Чтобы... Подписчики видели... Что из ваших рук... Чтобы... Это более достоверно... Выглядело... Добрый день... Угу... 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 По возможности... Против с помощью... Все... Угу... Угу... Это то... Что мы даем... Прихожанам... Кто... Готов нам помочь... Дорогие друзья... И... Подписчики... Я думаю... Для вас это... Не будет очень сложно... Сделать большое дело... Тамаре Яковлевне... Мы пожелаем... Большого и крепкого здоровья... Долгих лет жизни... Всегда также... Улыбаться... Очень красивая женщина... Спасибо вам большое... Спасибо... То... Что вы меня сказали... Выдла... Да... Мне даже неудобно... Да нет... Только вы сюда куда-нибудь... Давайте на фоне... На фоне... На фоне храму... Чтобы... Угу... Заходит... Постоянный... Наши прихожане... И говорит... Тамара Яковлевна... А что службы нет? Я говорю... Нет... Я же только сейчас... Слышал... Пение... Угу... Очень красивое... Женское... Пение... Ну вот... То что идет... Служба... Ага... Я говорю... Ну вы же видите... Храм пустой... Никого нет... Покажите мне... То место... Где вы слышали... Это пение... И он меня вывел... Из храма... И у нас... Значит... Большая трапестная... Ну вот... Это... При храме... Ага... Он говорит... Вот здесь... Слышу... А где вы не покажете... Это место... Друзья... Очень интересно... Потому что... Я тоже слышал... Ну я скорее всего... Слышал... Я сам... Входил в храм... Угу... Угу... Вот здесь... Угу... 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 Тоже какое-то доброе дело делаю, то, что я снимаю, выкладываю это для вас. Все, конечно, свои грехи я не смою, но часть какую-то из них, думаю, мне удастся. Я еще много могу рассказать, но это... Давайте, конечно, очень интересно послушать. Нет, вы меня извините. Вот икона Анны Кашинцевой. А пойдемте к ней, подойдем к этой иконе, чтобы поближе люди, чтобы, дорогие друзья и подписчики, вы рассмотрели, о чем идет речь. Это икона Анны Кашинской. Это единственная святая, которая канонизирована дважды. Здесь, недалеко по Клинской дороге, есть поселение Кашина. И сын ее, младший, построил для нее там монастырь. Когда внесли нам эту икону в храм, мы даже не могли различить лик. Черная была вся. Через какое-то время я стала замечать, что икона начала очищать очищение. Вот, пожалуйста. Друзья. Я трижды вызывала реставраторов, ее не взяли на реставрацию, так как икона восстанавливается сама. Бывает, тут плачут иконы, такое тоже. Вот даже венок, венец начал проявляться. Он подсвечивает немножко. Вот это все равно. Видно? Да, да. Это иконочка. А где у нас Никола Крымский? В алтаре, да? Ну вот, не могу показать. Еще одна очень чудотворная икона, значит, но на данный момент она в алтаре находится, мы не можем ее показать. Вот, это Никола Можайский, или Крымский по-другому. Тоже икона восстанавливающаяся сама. А то, что плачут иконами, бывает такое вообще? Значит, значит, то, что мироточила икона там, вот это. Просто очень много про это слышал, и роликов тоже видел, люди рассказывали то, что. И бабулька мне моя тоже рассказывала, но никогда не видел просто. Может быть, в вашем храме что-то есть удивительное. Сейчас ее отдали на реставрацию, эту икону. То есть она вот так вот выглядит? Да, это Крымский божий мочек. Ну, вот мы повесили специальное объявление, что иконы находятся на реставрации. Такая икона, друзья. Икона Божьей Матери Казанская. Священник Сергий Сапронов? Да. Сергей или Сергий, правильно? Сергий. 2 октября 2019. Значит, вот это старинные иконы, которые люди приносят в храм. У кого от бабушек осталась работа, ну это очень-очень старинные иконы. Вы знаете, могу я привезти, у меня есть очень-очень древние, старые, я не знаю, как правильно сказать. Они, наверное, денег очень больших стоят, но я не хотел бы, я хотел бы их просто отдать. Могу я и заодно поснимать, как я вам их привезу, чтобы это все задокументировано было. Могу я отдать вам иконы 3 или 2, очень они, как бы сказать, от прабабушки остались. Когда вы приедете, чтобы мы пригласили настоятеля... Через месяц. Через месяц. Значит, если вы сообщите, мы пригласим настоятеля, и он у вас примет. Их же надо будет освящение делать и прочее. Да, они в доме, дом уже разваливается весь, а иконы, они, знаете, они очень, я не очень разбираюсь, но я думаю, что они очень... Прабабушка вот умерла лет 5 назад, ей был 101 год, Елизавета ее звали, вот, матушка ее дохаживала, и 101 год ее вот не стало. И иконы остались, они просто покрываются паутиной, и я боюсь, что в дом залезут и просто разграбят. И куда-нибудь на черный рынок их сейчас очень это модно. А я бы хотел, вы знаете, я не вечный, кто его знает, может быть завтра... Пусть она будет в храме. Что будет завтра? Есть захоронение Мостиных, это те, которые, значит, начинали строительство нашего храма. Вот у нас висит табличка, это по им завещанию, они уехали, будут похоронены в храме. Вот это, извините, квадрат в захоронении. Это захоронение первого, начало, ну как, кто начинал строительство этого храма. Вот, друзья, такое вот интересное захоронение. Я сразу бы и не подумал, то что... А можно, да, ходить или... По их завещанию, значит, они завещали, что люди должны приходить в храм и знать, где находятся их мощи. Тамара Яковлевна, я имею в виду, нельзя же по могиле ходить, это же могила получается. Это по их завещанию. То есть можно наступать? Можно, да. Вообще, значит, родственники Мошкиных, у них свой склеп на Новодевичьем кладбище в Москве, остальные, все их родственники похоронены там. Только вот они мужчиной, а они были. Друзья, все-таки я... Как-то мне не по себе наступать, тем более на захоронение. Вот, думаю, всем видно. А это какой язык, древнерусский или как это, латынь? Латынь. Вот на латыни, если кто-то... Я не очень хорошо умею читать, если кто-то из вас, можете нажать на паузу. И... У меня коленки хрустят. И перевести, что здесь написано. А икона, извините, вот висит. Вот эта вот икона. Вот эта вот икона, извините, висит. Это относится все к этому, да? К захоронению? Да. А что за икона? Еще раз не поясните. Так, это у нас икона Сергея Радонежского. Так, а она то есть просто здесь находится или она? Да, она просто находится здесь. А вот остальные иконы, вы что-то про них знаете, чтобы поближе посмотреть и людям рассказать? Ну, в основном это новые фрески, списки. А пойдемте, вы покажете, чтобы максимум интересный ролик получился и чтобы люди знали. Вот старинные иконы, три Петра и Павла. Так, давайте я вас. Так, какие вы сказали? Вот эти три. Петра и Павла? Петра и Павла. Это Рождество. Друзья, Рождество Христово. Красиво. Вы можете приехать и посмотреть своими глазами. Не только моими, а также своими глазами. Вот. А здесь я смотрю, Тамара Яковлевна. Здесь даже вот... Недавно нам ее принесли, и мы пока еще не можем определить, кто это. Даже видите, вверх еще не это. Ну, у меня вот приблизительно в таком же состоянии. Вот что-то наподобие таких икон. Я бы, наверное, я вам их именно в этот храм Адаму привезу. Вы знаете, я вызываю когда-то реставраторов, и они уже смотрят, и когда вот такие иконы приносят, и говорят название. То есть, я могу... При мне это все будет делать? Конечно. Просто настоятель будет у вас принимать, и настоятель он тоже уже знает. Так, еще такой вопрос. Здесь же охраняется все, да? Чтобы я был спокоен, то, что я отдал. Храм находится под наблюдением, видеонаблюдением. Ну да, у вас здесь на каждом углу почти, да. Ну что, это очень хорошо, друзья, ну что. Здесь все входили иконы. Значит, это иконы, те, которые приносили люди. То есть, и моя здесь тоже будет находиться? А кто ее будет? То, что это я, как бы... Вы знаете... Вы знаете, когда люди приносят иконы в храм, никогда не надо указывать... Кто? 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 Почему? Потому что это ваш дар храму, ваш дар Богу, чтобы люди дальше молились на эти иконы. Друзья, я думаю, Бог все равно видит все и будет знать, то, что это именно я сделал такой большой поступок. Никуда не отнес, ни в какой ломбард, а именно отдал храму. Это иконы Николая Чудотворца. Это иконы Николая Чудотворца. Это иконы Николая Чудотворца. Значит, это список сделан монахами Афона. Такая вот икона Николая Чудотворец, который творит чудеса. Я здесь тоже чудом оказался, больше это никак не назвать, кроме как чудом. И, видимо, иконы теперь моей прабабушки нашли свое место, где они должны быть. Поскольку мы все не вечные, а храм, я надеюсь, еще долго простоит, и эти иконы будут людям приносить радость. Ну вот эта перегородка отделяет летнюю половину храма и зимняя половина храма. Отапливалась и отапливается. Вы показывали, да? Да. А летняя часть храма не отапливается. Но когда мы сделали теплые полы вот здесь, для этого отопления хватило на весь храм. Такой, друзья, храм. Большой-большой зал. Очень красиво. А стены здесь, извините, они... Это камень. Торщина стен от метра двадцать до полутора. Потому что здесь очень прохладно. Хотя на улице тридцатиградусная жара. А здесь прям хорошо. Очень приятная прохлада. А не кирпич или камень? Значит, колонны сделаны из белого камня. А вообще хладко кирпич. Красный. Красный. Да. Боже мой. Сколько я вам много сегодня рассказала. Вы знаете, мы с вами, я думаю, вы в первую очередь сделали очень большое дело. Мне еще предстоит привести иконы, сделать дела, ну и выложить это видео, сделать монтаж достойный, чтобы ничего не пропустить то, что я снял. Да. Поэтому, надеюсь, мои дорогие друзья и подписчики, вам понравится это видео. А если не понравится, то все равно найдутся те люди, которые... Которые будут ближе знать московскую область. Да. Прекрасный. Друзья, такая вот красота. Почему я вам говорю, что жду. Так. Вот эта площадь Крама 960 квадратов. Так, давайте заново. Вот эта площадь Крама 960 квадратов. С той стороны летний храм 680. Ух, как много. Да. Это не считая... Общая площадь храма 1800 квадратов. Самара Яковлевна, может быть рад? Я вам покажу. Может быть расскажете то, что вот здесь, при входе в храм, картины, вот я смотрю фотографии. Это... Это... Дело я... Ну... 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 Первоначальные, которые... Ну, друзья. Вот, пожалуйста, здесь чуть не ворот у нас, ничего нет. Ага. Ну... Это вот первоначальные строители. Угу. То же самое. Значит, только храм. Угу. Вот, сторожка эта кирпичная, красная. Больше ничего. Ну... Ну... Друзья. Ну, обидно. Никольский собор. А что значит села Рогачёва, 1500 год? Это когда... 1500 год, это село Рогачёва. Угу. Это ему, получается, уже 500 лет? Да. Угу. Друзья, если бы точнее, 520 лет. 520 лет этому селу. Здесь говорили, я услышал, село было здесь... Мужики сильные, только работящие жили. И что-то раз какой-то купец был, говорили, его забили то ли рыбой, то ли чем-то. Не слышали такого? Да. У вас уходила женщина, она, по-моему, пепчая, или как это правильно сказать. Вот. И я ее спросил, она говорит, то что здесь всего именно мужчины были очень сильные. Какой-то был... Это с кем вы разговаривали? Она во всем темном была. А? Во всем темном была. А? При выходе. Она с батистой в машину садилась. Вот. Но я очень ее умолял, чтобы она мне на камеру, но она мне отказала. То есть как-нибудь сказала то, что она точно не знает. Вот. И поэтому я уже отчаялся и вас встретил. А вот это, расскажите, пожалуйста, вот эти вот... Может быть, потому что... Может быть, это вот крест никто узнает. Друзья, вот такие фотографии. Это же фотографии, правильно? Это фотографии, да. Угу. Православная школа. Угу. Угу. А здесь сейчас есть православная школа? Да, правильно. Сейчас на данный момент все закрыто. А вообще была с вирусом... С карантином. С карантином. С карантином. Сейчас закрыто. Друзья... Вот здесь мы находимся внизу в молоконе. Угу. Угу. Вот это место тоже вызывал эти фотографии. Сказали, что восстановление подлежит с этой стороны и с этой. Угу. И вот, друзья, давайте я отойду. Вот видите, какая фреска. И... Пойдемте к выходу, друзья. посмотрите вот колокольного показать значит при нем это колокола оттуда сбрасывались и задели вот это белый камень где вы видите да 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 друзья значит так вот здесь этот белый камень он ложится вот так полтора метра икону Анны Кашинской принесли старые люди которые делали уборку в разрушенной церкви и нашли среди хлама вот эту икону и принесли ее нам в храм и вот я за этой иконой 15 лет наблюдаю икона восстанавливается сама дорогие друзья и подключить и у кого из вас есть иконы вы можете и вы не знаете может каким-то обстоятельством семейным они у вас просто лежат то вы можете их сюда будет адрес под видео адрес этого храма более точный вы сможете привезти и отдать их в храм я думаю вы сделаете большое дело не только для своей души также для остальных людей значит это птица это у нас коршун пойдемте поближе подойдем посмотрим этого коршуна я думал это сокол даже ролик назвал сокол оказывается я ошибся друзья прошу если прошу прощения то что оказывается это коршун пишите в комментариях как вы считаете сокол то или коршун но друзья пришли к нашему другу снова вот мы где-то такой орел такой это коршун друзей от не орел все таки теперь расскажите подписчикам приобрели его для того чтобы значит здесь очень много галок ворон и чтобы он их отпугивал а что чем они мешают вот эти то что они каркают во первых это то что на колокольне пока у нас нет ни жалюзи ничего и гадят гадят чтобы он охотился да вообще он сказали откуда он здесь как он оказался мы его кто-то из прихожан подарил нам потому что какие-то кто-то говорил клетку сделали друзья а кто-то вот говорил с питомника кто-то вообще говорил лапка сломанная было и люди его подобрали и отдали вам и отдали нам то есть такая вот из версии правдивая вот то что люди подобрали а шапки нам и вот мы для него сделали вольер и друзья опилки друзья смотрите он нам улыбается такой вот коршун совсем это не сокол о рук он уже ко мне более по-доброму относятся я уже здесь четвертый раз вижу во второй или третий нет второй раз я вывожу но он уже нам улыбается с вами смотрите как она улыбается привет сегодня снимаю с руки и салфи палки я был нему проходил посмотреть название храма но столько снял всего что мы действительно когда готовишься заранее ничего не получается когда ты не ожидаешь море информации сегодня для вас удалось мне улыбить у тамара яковлёвна смотрите как он нам улыбается такая милаха да друзья ой какая милаха такой вот такой клетки живет вот такой вот добрый коршун чудо птицы друзья и назвал жар птица даже да наверное это как сказки может этот мультик смотрели читали сказку когда жар птица на себе мальчиков маленького маленького мальчика переносила также коршун мне приснится буду во сне на нем летать вам друзья давайте отдыхает не будем тревожить лишний раз и без нас хватает зрителей что надоедает а ты чудо птица поэтому пойдемте по своим делам друзья друзья смотрите как он нам улыбается все не улыбнишься сразу и так как будто на себя в зеркало смотрим милах регулированный он значит у нас питается только окорочками а мышей живых там ничего здесь нет этого зоомагазина поэтому покупаем окорочка лон именно курицу на курицу и именно только бедра спасибо спасибо вам большое ну да кстати давайте скажем спасибо тамаре яковлевне тоже здесь так красиво как я вот когда впервые увидел как это райский уголок такой то есть все это благодаря этой русской сильной женщине и усилием видите как территория храма преобразилась как она выглядит все благодаря тамаре яковлевне передадим ей громадное спасибо дорогие друзья и подписчики и просто не проходящие уходящие люди моя любимая фраза еще раз повторюсь скажем спасибо этой сильной женщине за ее труды настоятель храмом который в основном занимался реставрацией это захаров михаил владимирович первый настоятель храма и впоследствии продолжил его начинание о реставрации это клименко ягумен григорий в основном все реставрационные работы были сделаны как правильно выразиться при ягумене отце григория вот друзья теперь мы знаем историю этого храма и людей которые устанавливают дом божий такая вот красота друзья очень сильное место это чувствуется когда вы находитесь на территории поэтому пишем комментарии ставим лайки а также подписываемся на канал и не забываем приезжать наверное первым делом приезжайте сюда это место потом уже все остальное остану 6 лет этой еле голубой 7 лет друзья не шарообразные а вы как-то сами до постригает а ухаживать за ними тоже жатара да конечно вот друзья такая и кстати такую же себе хотел посадить участок а у вас дом ваш не пытались купить не уговаривали место такое вы знаете я не хотела продавать свой дом потому что создано почему во первых всю жизнь и проживший в норильске нас мама маленьких туда привезла там где не было храма я считаю что это мог меня сюда привел вот что купили это был разбившийся дом вот восстановили вот дом тамара я калю мы друзья спасибо хочется передать всем привет норильчанам всего доброго и приезжайте в гости спасибо тамара я калю на обязательно приедем дорогие друзья и подписчики а если у вас какие-то будут вопросы тамара я калю на настоятель храма я правильно понимаю нет я не настоятель храма я староста храма староста извините старо на пенсии какие-то вопросы люди могут да к вам зайти и спросить конечно а вот крещение например детишек проводится в этом храме все и то есть это можно к вам все вопросы да все все проводится и все праздники и крещение венчание все в нашем храме друзья поэтому если что-то адрес такой более точный у вас площадь осипова храма адрес 26 а ваш дом 1 до 1 а улица пойдемте на выход я давайте мы с вами уже пойдемте на выход сегодня хватит поэтому не забываем ставить лайки комментарии подписываться на мой канал дизлайки тоже можете ставить но лучше конечно лайки режиме друзья думаю видно колокола не висят почти вернее совсем нет нам говорила женщина то что их поскидывали которая нам провела экскурсию по храму по его территории